Кожаная куртка и перчатки для мотоциклистов – это не дань моде, а залог безопасности в шлепках, шортах и футболке настоящий байкер к своему двухколесному коню даже не подходит и другим не советует. Шлем – это первая на первую голова, потому что при падении, естественно, мотоциклист, как правило, ударяется головой. Без шлема, я думаю, это себе дороже. Естественно, куртка должна быть, опять же, пускай это будет не какая-то там дорогая, ну, хотя бы обычная там мотокуртка, черепаха элементарная, наколенники, мотоботы. Подготовить экипировку к сезону – дело нехитрое. То, что есть – достать из шкафа. Недостающее запросто можно купить в специализированном магазине. Сложнее привести в порядок мотоцикл. Хотя настоящие байкеры кропотливо занимаются этим в течение зимних месяцев, чтобы встретить весну в полной готовности. Зима длинная, все готовят свои мотоциклы. Ну, как правило, кто-то сам, кто-то в сервисе. Официальный старт мотосезону «Ночные волки» дали в начале мая, хотя фактически это произошло чуть раньше. 26 апреля колонна байкеров отправилась дорогами Победы, чтобы встретить 9 мая в Берлине и возложить цветы к мемориалу советским солдатам в Трептов парке. Александр Трояк в столицу Германии не поехал. Дальность поездок пока ограничивается Брестом. Хотя его железный конь из категории «Спорт-турист» позволяет путешествовать с комфортом. Мне нравится комфорт, ветрозащита, много чемоданов, чтобы положить вещи. Нередко в поездке Александр берет с собой дочь Олесю. Впрочем, девушки приобщиться к ночным волкам могут только, как говорят мотоциклисты, в качестве второго номера, то есть пассажира. Дорога им в клуб закрыта. А вот присоединиться к празднику, посвященному открытию мотосезона, могли все желающие.